Глава тридцать четвертая Второй книги Паралипоменон Восемь лет было Иосии, когда он воцарился, и тридцать один год царствовал в Иерусалиме, и делал он угодное в очах Господних, и ходил путями Давида Отца Своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. Восьмой год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида Отца Своего, а в двенадцатый год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных дерев и от резных и литых кумеров. И разрушили пред лицом его жертвенники валов и статуи, возвышавшиеся над ними, и посвященные дерева он срубил, и резные и литые кумиры изломал, и разбил в прах и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы. И кости жрецов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею и Иерусалим. И в горах Монассии и Ефрема и Симеона, даже до колена Нефалимова, и в опустошенных окрестностях их, он разрушил жертвенники и посвященные дерева, и кумиры разбил в прах, и все статуи сокрушил по всей земле Израильской, и возвратился в Иерусалим. В восемнадцатый год царствования своего по очищении земли и дома Божия он послал Шафана, сына Ацалии, и Моосею, горнончальника, и Иоаха, сына Иохазова, дееписателя, возобновить дом Господа Бога своего. И пришли они к Хелкии, первосвященнику, и отдали серебро, принесенное в дом Божий, которое левиты, стоящие на страже у порога, собрали из рук Монассии и Ефрема и всех прочих израильтян, и от всего Иуды и Вениамина, и от жителей Иерусалима. И отдали в руки производителям работ, приставленным к дому Господню, чтоб они раздавали его работникам, которые работали в доме Господнем при исправлении и возобновлении дома. И они раздавали плотникам и строителям на покупку тесных камней и дерев для связей и для покрытия зданий, которые разорили цари иудейские. Люди сии действовали честно при работе, и для надзора над ними поставлены были и Ахав, и Овадия, левиты из сыновей Мерарьных, и Захария, и Мешчулам из сыновей Каафовых, и все левиты, умеющие играть на музыкальных орудиях. Они же были приставниками над носильщиками и наблюдали над всеми работниками при каждой работе. Из левитов же были и песцы, и надзиратели, и привратники. Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господнь, тогда Хелкия, священник, нашел книгу закона Господня, данную рукой Моисея. И начал Хелкия, и сказал Шафану-писцу, — Книгу закона нашел я в доме Господнем, и подал Хелкия ту книгу Шафану. И понес Шафан книгу царю, и принес при этом царю известие, все, что поручено рабам твоим, они делают. И высыпали серебро, найденное в доме Господнем, и передали его в руки приставникам и в руки производителям работ. И также донес Шафан-писец царю, говоря, — Книгу дал мне Хелкия, священник, и читал ее Шафан перед царем. Когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои и дал царь повеление Хелкии и Ахикаму, сыну Шафанову, и Авдону, сыну Михея, и Шафану-писцу, и Асаии, слуге царскому, говоря, «Пойдите, вопросите Господа за меня и за оставшихся у Израиля и за Иуду о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господа, который воспылал на нас за то, что не соблюдали отцы наши слово Господне, чтобы поступать по всему, написанному в книге сей». И пошел Хелкия и те, которые от царя к Алдане пророчице, жене Шалума, сына Тавке Гафа, сына Хасры, хранителя одежд, а жила она во второй части Иерусалима, и говорили с ней об этом. И она сказала им, «Так говорит Господь Бог Израилев, скажите тому человеку, который послал вас ко мне, так говорит Господь, вот я наведу бедствие на место сие и на жители его все проклятия, написанные в книге, которые читали пред лицом царя Иудейского, за то, что они оставили меня и кодили богам другим, чтобы прогневлять меня всеми делами рук своих». И гнев мой возгорится над местом сим и не угаснет. А царю иудейскому, пославшему вас, вопросить Господа так скажите. Так говорит Господь Бог Израилев, о словах, которые ты слышал. Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Богом, услышав слова его о месте всем и о жителях его, и ты смирился предо мною, и разодрал одежды свои и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. «Вот я приложу тебя к отцам твоим, и положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие и на жители его». И принесли царю ответ. И послал царь и собрал всех старейшин Иудеи и Иерусалима, и пошел царь в дом Господень, и с ним все иудеи и жители Иерусалима, и священники, и левиты, и весь народ от большого до малого. И он прочитал вслух их все слова книги завета, найденной в доме Господнем. И стал царь на месте своем, и заключил завет пред лицом Господа, последовать Господу и соблюдать заповеди Его, и откровения Его, и уставы Его от всего сердца своего и от всей души своей, чтобы выполнить слова завета, написанные в книге сей. И велел царь подтвердить это всем, находившимся в Иерусалиме и в земле Вениаминовой, и стали поступать жители Иерусалима по завету Бога, Бога отцов своих. И изверг Иосиф все мерзости из всех земель, которые у сынов Израилевых, и повелел всем, находившимся в земле Израилевой, служить Господу Богу своему. И во все дни жизни Его они не отступали от Господа Бога отцов своих. Иерусалимы Иерусалимы Продолжение следует...